8 мая Европа отметила окончание Второй мировой войны. Поводом для празднования может быть еще один факт, пишет в своей статье обозреватель ведущего новостного портала в странах Балтии Делфи, известный литовский журналист и телеведущий Рим Вида Сволотка. Это то, что после войны в Европе не удалось повсеместно установить русский мир, который автор статьи называет аналогом ада. Уже третий год подряд Россия отмечает День Победы с, цитирую, перегревшимися от военных испарений мозгами, пишет Володка. Крики «Крым наш», возьмем Киев за три дня, Таллинн – российский город, наши МИГи будут в Риге, наши танки будут в Праге, стали в России признаком хорошего патриотического тона. И это через 71 год после окончания одной из самых жестоких войн в Европе. Какие кошки должны кричать в головах у российского человека, чтобы самым большим его желанием была некрасивая личная жизнь, а желание еще раз развалить красоту и порядок у соседей? Не лучше ли приезжать в Таллинн, Прагу и Вильнюс как туристу, выпить здесь бокал пива, полюбоваться тем, что нам удалось сохранить, несмотря на ваши танки, кирзовые сапоги, палачи, НКВД, КГБ? Неужели 30 миллионов жизней вы, россияне, отдали только для того, чтобы даже спустя 71 год после войны мечтать только о том, как вернуться на танках туда, где вы никому не нужны? Куда бы ни приходил так называемый русский мир, он приносил только убийства и разрушения, пишет Римвидас Володка. Он приводит в пример Калининградскую область, которая до войны кормила всю Германию, а сейчас превратилась в большую полуразваленную военную базу, где ничего не выращивают. То же самое произошло и с отнятой у Финляндии Карелии. Поэтому, по крайней мере, странно звучит известное выражение Путина «Россия встает с колен», пишет автор. Может ли реально встать с колен народ, который понимает честь только как захват чужих земель? Спрашивает Римвидас Володка. 1953 год. Российские танки в Берлине. 1956-й в Будапеште. 1968-й в Праге. Корейская и Вьетнамская войны. Так называемые революции в Африке и Латинской Америке. 10 лет войны в Афганистане. После развала СССР войны в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Две чеченские войны, нападение на Грузию. И, наконец, Украина, где создатели русского мира продолжают кровопролитие, захватывают имущество и людей. И это в то время, когда центральные земли в России поросли кустарниками, пишет журналист. Почему россияне в 21 веке гордятся тем, что могут уничтожить людей, которые живут лучше, чем они сами? Почему вы, россияне, не пытаетесь создавать свой русский мир в Калуге, Иванове или хотя бы в своем загаженном подъезде, грязном дворе? Почему жителей путинской России, как магнитом тянет создавать русский мир в Таллине, Вильнюсе, Праге, где только хочешь, но только не в Воронеже, Курске, Урдоме? У каждого народа такие правители, каких он заслуживает, подытоживает литовский журналист. И политика Путина отражает настроение части россиян, которых автор называет самыми несчастными жителями земли. Субтитры создавал DimaTorzok